В 1918 году во время Гражданской войны, вызванной Октябрьской социалистической революцией, Императорский университет был преобразован в Казанский государственный. В советскую эпоху университет послужил базой, на которой в Казани были созданы крупные отраслевые вузы – медицинские, химико-технологические, авиационные, финансово-экономические, лесотехнические. Казанский университет и его факультеты стали основой для открытия и становления более 10 вузов по Волжье. Талантливые ученые и блестящие организаторы науки возглавили самые авторитетные научные учреждения Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах в Казанском университете размещались эвакуированные из Москвы и Ленинграда президиум и институты Академии наук СССР. Казанский государственный университет был не только одним из лидеров образования в Поволжье и страны в целом, но и крупным научным центром, располагающим современной базой для проведения фундаментальных исследований как в области естественных наук, так и гуманитарных. КГУ вошел в историю как университет выдающихся научных школ. Наиболее известными у нас в стране и за рубежом являлись школа химиков-органиков и фосфорооргаников, школа по радиоспектроскопии, школа математиков и механиков, астрономическая школа, школа физиологов по водному обмену растений, филологическая школа и ряд других. В советские годы университет прославили имена физиков Евгения Завойского и Семена Альтшулера, математика Михаила Лаврентьева, историка Милиции Нечкиной, медиков Василия Парина и Александра Баева, а также многих других. Выпускником был и один из создателей Сибирского отделения Академии наук СССР, геолог Андрей Тарфимук. В советский период в КГУ работали нобелевские лауреаты Семенов, Черенков, Франк, Там, Ландау, Капица, Гинсбург и Абрикосов. Указом президента Российской Федерации 30 июля 1996 года Казанский университет был включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В настоящее время КФУ реализует концепцию университета нового поколения, что означает объединение усилий вокруг трех составляющих – образование, наука и трансфер технологий. Для этого Казанским университетом с момента его организации как федерального были выбраны приоритетные направления развития, а в 2016 году на их основе образовались междисциплинарные объединения. В КФУ функционируют 246 современнейших лабораторий и 42 научно-образовательных центра. Казанский федеральный университет осуществляется ведущим вузом Поволжского федерального округа по количеству студентов и сотрудников. Вуз ведет работу с большинством крупных предприятий Татарстана, а также с производственными и инжиниринговыми компаниями ряда стран Европы и Азии. Программа сотрудничества включает в себя создание системы подготовки специалистов для предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и прочих форм взаимодействия. Успешно развивается и университетская клиника КФУ, возрождающая и продолжающая медицинскую традицию в стенах вуза. В 2019 году университет отметил свое 215-летие, а в 2020-м отмечает 100-летие ТАССР – знак исторической преемственности своей деятельности. Камиль Гемоздинов, УниверНьюз.